Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. Сегодня у меня на канале есть гости. Это впервые для моего канала. И я подумала, что это будет очень-очень круто, потому что это человек, которого я очень сильно уважаю, очень сильно люблю. Это Олеся Барзаева. Она тоже блогер, более масштабный, чем я, значительно более масштабный и значительно более долго занимающийся этим ремеслом. Поэтому для меня является примером, вдохновением. Сегодня я поняла, что это человек настолько вдохновлённый косметикой, что это не просто человек, который показывает вам косметику на экране, а это человек, который действительно обожает косметику. Да, и тут я не выдержала. Когда ты меня хвалила, я держалась. Было трудно, но да, я очень люблю косметику. Больше, чем я. В разы больше, чем я. Ты любишь косметику, да. Я сильно люблю косметику, но насколько её любишь ты, как у тебя горят глаза, когда ты мне показываешь текстуру теней. Вот это вот, это действительно супер. Поэтому я вам советую, если вы до сих пор не подписаны, обязательно посмотреть. У Олеси на канале куча полезных видео. У Олеси настолько красивая речь, вы сегодня это услышите, и вы поймёте. И тут такой затык на меня зашёл. И Наташа так неудобно перед зрителями. Нет, у Олеси нет никаких, никаких бы настолько приятно её слушать, настолько грамотная, красивая, богатая речь, что это не может не вдохновлять и не производить впечатления. Настолько много она находит эпитетов, сравнений, всего, чего только можно, когда она о чём-то рассказывает. У меня, наверное, половины слов нет в лексиконе, сколько есть у неё. Поэтому действительно вдохновляюсь тобой всегда. И я очень рада, что у нас сложилась эта коллаборация, что мы смогли снять этот ролик. Поэтому сегодня у нас будет очень интересная тема ролика. И, конечно же, я хочу также объявить, что в конце будет конкурс. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, там будет очень приятный подарок. А тема у нас сегодня очень интересная. Мы будем меняться дорожными косметичками друг друга. Если вы не знаете, то Олеся живёт в Питере. И сейчас я в Питере нахожусь в поездке. И, собственно говоря, у меня с собой есть дорожная косметичка. А Олеся на днях тоже собирается в поездку. И она собрала свою дорожную косметичку. Сейчас будет абсолютным сюрпризом, что есть у меня. Я приехала на три дня. У меня косметичка просто огромная. Я взяла всего про запас. Я надеюсь, ты сможешь выбрать что-нибудь, что действительно тебе подойдёт. У Олеси тоже очень большая косметичка. Это косметичка большая. На самом деле мне так неудобно. Я смотрю на твоё многообразие и понимаю, что тут косметичка является обманкой. Вы посмотрите, на самом деле средств мало, потому что я лечу в Израиль, и там достаточно тепло, и всё любит стекать с лица. И поэтому на самом деле тут такой скромненький запас косметики. Даже неудобно. Но зато много новенького, потому что у тебя очень обширная и богатая коллекция, и много разных новинок бывает. Поэтому давай меняться. Да. Честное слово, мы не знаем, понятия не имеем, что там у нас. Я предлагала, а Олеся не захотела посмотреть. Я не захотела. Мне было ужасно интересно. Боже мой, тут точно есть чем поживиться. Вы знаете, я не знаю, как там Наташа будет этим краситься, а я точно получаю кайф только от рассматривания. Потому что я у Наташи на канале, нет, кажется, не на канале, а в инстаграм-аккаунте, видела вот эту палетку. Давай я помогу тебе открыть. Она на меня произвела такое впечатление. Это крутые тени. Да? Действительно, мне они очень нравятся. Вот ты знаешь, я только от тебя слышала про тени Бека. То есть я не слышала о том, что они как-то интересно раскрываются навеку, что они популярны. Вот правда, только от тебя я услышала единожды, что они крутые. Мы не можем назвать эту палетку в какой-то степени интересной. Но это настолько палетка, с которой ты никогда не прогадаешь. То есть это палетка, которая вот для жизни обычного человека, которую ты и в пир, и в мир накрасишь, и будет красиво. Такая спокойная достаточно гамма, но беспроигрышная. Всегда делает тебя красивой. Красит тебя. Класс. Мы как раз с Наташей разговаривали до этого, что есть косметика, которой красишься, а есть косметика, которая красит. Расскажи, что я тебе там. Это Huda Beauty. Их такая, как она называется, Nude Light, да, называется палетка. Именно в этой гамме я хотела попробовать. Там много различных вышло гамм. Они в моей любимой розовенькой гамме. Вот у нас с Наташей вкусы сходятся. Мы любим такие фиолетово-розовые гаммы. Вот это палетка Hourglass, которая аж светится своей красотой. Тут есть все. Ты ее взяла за ее многофункциональность. Тут есть бронзер, румяна, хайлайтер, all nighter. Я очень хотела попробовать эту пудру. Да для что? Да. Прикольно. Потому что видела на нее хвалебные отзывы и хотела действительно ее попробовать. Так, консилер, консилер, тарт. И так. А, ну CC крем. Ты выбрала беспроигрышный вариант. Это Herbarian CC крем. Я не пробовала. Я пробовала BB. Также мой один из любимых. Один из любимых. Именно в моем любимом со втором оттенки. Консилер от Shiseido. Это самая суперская вещь. Также мой любимый карандаш от Vivienne Sabo. В 0,2 оттенке ты положила. Ты двумя красишь, да? Да, я крашу начало брови 0,1 оттенком и 0,2 уже кончик брови. Но на самом деле, когда мне лень, я просто беру 0,2 оттенок и все им крашу подряд. Я все тоже, я все крашу, всю бровь 0,2 оттенком. Какой-то оттеночный гель от Lumine, это ты сверху наносишь, да? Тут скажу честно. Я его положила для тебя, потому что все те, которые есть у меня, они высветляющие. Я обожаю эффект высветления в начале брови. Я поняла, что на тебе это будет смотреться очень странно. Я увидела твои брови, я пошла тайно, поменяла его на Lumine, потому что он совершенно никакой, он нейтральный, он не любимец, но просто он тебе более или менее подойдет. Окей, я, ты знаешь, во многих случаях вообще не наношу. Я забываю этот этап очень часто. Так, карандаш Smashbox коричневый. Ты любишь карандаши, не подводки, да? Ты слизистую красишь. Тушь от Benefit, Бэнк, Бэт, Гэл, Бэнк. Ты пробовала такую? Нет, не пробовала. Ну вот как раз и попробуешь. И Кика это вторая тушь. И не знаю, зачем я взяла две. Опять же, наверное, для того, чтобы тебя порадовать, чтобы у тебя был выбор. Хорошо, спасибо. Я тоже решила тебя радовать. И помады. Причем помады странные. Тут я, конечно, Натали подложила страшную свинью. Она любит очень красивые люксовые помады в красивых упаковках. И у меня от таких вагон и маленькая тележка. Ну, я решила ей положить первое негигиеничное средство. Вот это вот от Clorans. Не надо этим пользоваться, потому что я там губкой пользуюсь, на губы наношу. Еще менее гигиеничное средство матовая помада от Maybelline. Странным для Натальи оттенки. Я теперь все стала комментировать сама. Ярко-оранжевым в каком-то, мне кажется. Ну, он такой, ты знаешь, он ауэ. Он ауэ. Он ауэ. Ворвиглаз. Да, я такое люблю. Ты знаешь, если я буду красить этой помадой, то мне можно, в принципе, все остальное отложить. Накрасить губы этой помадой и больше не делать макияж. Не, мы, конечно, можем сделать по чесноку. Можем меня послать за классной помадой от Guerlain. И ты будешь пользоваться ею с удовольствием. Или, нет, ну уже будем делать по-честному. Вот эта помада, я думаю, больше всего подойдет. Вот и хорошо. Да, к розовым макияжам все будет хорошо. Ты покажешь, что я тебе дам? Ох, тут столько всего крутого. Во-первых, румяна. Я давно присматриваюсь к этим румянам. И вот, по-моему, именно к этому конкретному оттенку я и присматриваюсь. Вот точно. Я видела у Натали вот такую тень жидкую Beauty Drugs. И тоже мне хотелось потестировать, потому что у меня никогда ничего не было от Beauty Drugs. И с некоторых пор... Там еще вторая лежит. Да. Да. Вот эта матовая, а вот эта с блесточками. И вот эта матовая... Это матовая, которую можно наносить просто для того, чтобы веки стали красивыми. Боже мой, какой отличный оттенок. Его, мне кажется, можно использовать даже для складки век. Да, да. Слушай, я попробую. Очень интересно. Помада Натали, ее хвалила. Очень красивый футляр в таком приглушенном сливовом оттенке. Очень красивая. И здесь помада от Бёрбери. Здесь много всего крутого. Здесь тушь от Эвелин. Слушай, хорошая тушь? Ну, ты понимаешь, если ты говоришь помада от Бёрбери, следом тушь от Эвелин. Я вообще люблю бюджетные туши, на самом деле. Потому что, если она тебе не подойдет, тебе не жалко денег. А во-вторых, они гораздо чаще бывают удачными, чем люксовые. Поэтому, да, это уже второй тюбик. Люблю ее. Слушай, столько классного. Я так понимаю, что это консилер. Да, это консилер. Интересно. У меня тоже ничего не было от Руж Бани Руж. Вообще у Натали столько марок, которых у меня, по большому счету, не было или нет. Ну, например, марк Джейкобс. У меня было одно только, по-моему, средство. Ну, несколько карандашей было. Еще что-то. Тени были от Марк Джейкобс. И все на этом. Здесь от Ив Сен-Лоран Праймер. Тоже ты хвалила. Я вот все эти средства видела у тебя на канале. Прикольно, когда ты уже знаешь эту косметику. Это Peach Perfect от Too Faced. Пудра рассыпчатая. Слушай, такой классный, удобный формат. Это я купила вот как раз, когда в Италии была. Сейчас они есть и у нас, в наших сифорах. Если бы все выпускали в таких маленьких форматах, то ты понимаешь, нам бы легче жилось. Да, да. У меня пудры некоторые последние как раз вот в таком вот формате. Это бронзер. Да, обожаю его. Да? Да. И он пахнет вкусным персиком. Я хочу попробовать. Боже мой, сколько тут прекрасного. Это? Это хайлайтер. Это хайлайтер от Shisei. Очень хороших. Да. Люблю его тоже, да. Это Lancome. У меня есть такой тон, я его тоже очень люблю. Но сегодня у меня не будет затеста Lancome, потому что я нанесла уже бессовестно на лицо тональный крем. Вот. И помада от Estee Lauder. Тоже симпатичная такая. Это любовь прям. Да. Да, это любовь. Недавняя, последнего времени. Да. Она настолько круто выглядит на лице. И я понимала, что тебе она тоже будет подходить. Теперь я хочу все это попробовать. Карандаш для губ. Судя по всему, это Cat Von D. Да. Супер универсальный карандаш. Подходит под все те помады, которые лежат на столе. Я вообще карандаши для губ не люблю. Я ими практически не пользуюсь. А я контур всегда подчеркиваю. У меня как-то не очень ярко выраженные губы получаются. У меня тоже не очень ярко выраженные губы. Но меня это совершенно не смущает. Меня так всегда запаривает рисовать губы. Что, приступаем? Да. Будем болтать в процессе нанесения. Брови я сегодня красила перманентной краской. Я, наверное, только кончики чуть-чуть подрисую. И все на этом. Я тоже тогда начну с бровей. У меня же точно такой же карандаш. Точно такой же. Только у меня, наверное, этому карандашу 100 лет в обед. А у тебя новенький. Нет. Я смотрю. Нет? Это у тебя. А, да? Много. У меня там меньше. У меня просто лежит их дюжина. Я всегда покупаю их оптом. Да, потому что мало ли что. Оптом на порозничной цене. Да, потому что меня всегда смущает, что они могут пропасть. И, кстати, был период, ты знаешь, они везде пропали. Да, да, я тоже искала и потом купила сразу 5 штук. Да, и я. И я. Только я не 5, а 10, по-моему, купила. Слушай, я так перепугалась. Думаю, что за фигня. Когда я купила их 5 штук, то буквально на следующий, что ли, день мне кто-то прислал комментарий, что на Wildberries их можно купить в 2 раза дешевле. Да ты что. Да. База под тени у Натали от Nars. У меня была такая база. Она очень крутая. Как неудобно. Подожди. Маленькая техническая заминка. И у Наташи появляется база от Smashbox 24. А у меня... Да, я тоже давно хотела ее попробовать. Да, я знаю, что у тебя ее не было. Меня смущает в базе от Nars только одно. Она мне немножко сушит веки. И подчас у меня некоторые тени на ней смотрятся более скукоженными, чем если бы я нанесла вот эту базу. То есть вот, например, вот эта держит так же круто, но при этом немножко как бы выглаживает века. Я очень, ты знаешь, хотела попробовать у них цветные версии. Ты видела, да, что у них вышли цветные базы? Нет, я не видела. У Нарс? Да, у Нарс. Теперь у них бежевые есть. И, по-моему, темно-бежевые. По-моему, несколько даже оттенков, если не ошибаюсь. Ну, как минимум, бежевая точно появилась. Это круто. Да. И я ее куплю непременно, потому что держит она круто. И вот в этой прозрачной мне как раз вот этого цвета, да и в смешбукс тоже, не хватает, потому что у меня венки на глазах видны. Нанеси бьюти дракс. Сейчас ты увидишь. Да, прикольный. И хочу нанести бьюти дракс. Я видела этот ролик твой. Я даже его сохранила, потому что я хотела потом пересмотреть его еще разок и купить несколько оттенков. Даже заходила по этим ссылкам, кое-что присмотрела, но не купила на тот момент. Решила подумать. И вот сейчас как раз, видишь, попробую. Это судьба. Да, оттенок, конечно, потрясающий. Вот этот 0,3. Очень красивый. Совершенно неожиданно. Да, этот оттенок просто волшебный. Кто вот любит нюдовые макияжи, можно вообще только этот оттенок и больше ничего. Да? Ну, конечно. Да, потому что веки сразу такие красивые становятся с ним. Очень красивый оттенок. Мне нравится. Он такой припылено-бежевый с розовинкой. Очень красивый. Мне нравится. Я нанесла его на все подвижное веко и немножко вывела на неподвижное веко. Видишь, как я себя веду образцово показательно на твоем канале? Не ржу, как сумасшедшая. Не знаю. Мне неудобно перед людьми. Они приходят к тебе. Ты такая леди. Ты похожа на Жаклин Кеннеди. По-моему, это не худшее сравнение, согласись? Да, да, да. Я наношу базу от Smashbox как раз-таки под тени. Очень интересно ее попробовать. Слушай, шикарный оттенок. Мне так нравится. Да. Блин. Теперь даже не знаю, за что хвататься тут. А теперь на складки нужно затемнять. Но здесь все сатиновые. Как ты их затемняешь? Нет, пробуй. Вот этот, и вот этот. Все шикарно. Да? Да. Я тебе верю. Я возьму кисть и нанесу. Это самодостаточная палетка. Надо же, какие тени приятные. Мне нравятся. Они такие не чрезмерно, не избыточно пигментированные, но при этом они так мягко тушуются. Такие красивые легкие границы получаются. Да. Очень красиво. Вот здесь есть, вот здесь нет. Да. Они такие вот для жизни, знаешь. Жалко, что их, конечно, уже нет. И негде купить. Я пыталась после тебя купить их как раз на Wildberries. Кто-то из девчонок написал, что их там продавали по какой-то бросовой цене. Юлия Меньшова, визажистный, один из самых любимых, написала. И прекрасный блогер. Я зашла, а уже нету. Нету. Я пыталась выловить, и не выловила. Я беру Nude Light. За что мне теперь хвататься? Вот ты должна выбрать. Это сложный выбор. Это мучительный, я бы сказала, выбор. Ненавижу такой выбор. Я всегда так переживаю, что у меня всего два глаза. Я бы предпочла несколько больше. Теперь я по второму кругу пошла. Я уже сделала макияж на самом деле глаз очень простенький. Но тут Наташа меня уговорила на этот красивый розовый оттенок. Aqua Tint Pro Makeup Lab. Я наслышала, у них столько много якобы средств хороших. Но ты знаешь, я вот по большому счету ничего о них не знаю. Недавно наткнулась на их инстаграм-аккаунт. Посмотрела, у них такая большая достаточно линейка косметики. Ты познакомилась на курсах, да? Я нет, не на курсах. Это же новые вещи. На курсах нам такого не показывали. Я познакомилась на, собственно говоря, на Makeup Days, когда я хожу туда. Видишь? Да, они очень нежные, очень красивые. Прям такая прелесть. Ну, это такая, Томфордовская история, да? То есть это для взрослых девочек, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту. Чтобы не было вот этих складок дичайших, да? Самое важное, что ни одни из этих теней не подчеркивают текстуру века. Именно. Так я об этом как раз и говорю. Что вот посмотри, как оно выглажено, как зеркально лежит на веках. Ну, вы сравнивайте, да? У меня макияж для похода... Я стесняюсь спросить, куда ты с этим пойдешь на веках. Я не знаю, куда я с этим пойду, но у меня очень яркий макияж получился, потому что это действительно настолько вот просто пигментация зашкаливающая. Я буквально чуть-чуть мазнула и все сразу... Ну, вот сравни сейчас с большой худой. У тебя же есть большая. Большая худая есть, но мне кажется, что вот именно конкретно вот такого оттенка в ней нет. Вот. Я нашла у тебя карандаш черненький от Ружбани Руж. Да, мы его не показали. Он не черненький, он такой темно... У него очень красивый цвет. Да, он такой синевой. Сливовый, баклажанный какой-то. Да, да. Он обалденно красивый и классно держится на веках. Я тем временем красила глаза карандашом от Smashbox. Он коричневый. Но он такой темно-коричневый, так что тебе должно быть... Ну, я на слизистую просто нанесла. Я не буду тут рисковать, вырисовывая стрелки. Слушай, как пахнет ярко и явно эта пудра. Обожаю ее. Мне нравится этот запах. Но если вы вдруг не фанат, то вам не понравится. Так, я вам покажу только крышку. Я уже крашусь из этой крышки. Вот такая вот пудра. Peach Perfect от Too Faced. У меня есть пудра от Too Faced. Я ее не люблю. Старая пудра еще там, не знаю, из прошлого века, которая у них была тоже в рассыпушке. Она была стирающей порой или что-то в этом роде. Ну, скажи же, она не противно пахнет. Очень приятно пахнет. Она очень приятно пахнет. Мне нравится и пудра сама, и эффект нравится. Ну, что говорить, Натали разбирается в косметике. Потому как их палетка персиковая, которая вот самая первая, пахнет действительно отвратительно. Мне не нравится этот запах персика. Они сумели найти какой-то баланс. Поэтому вот эта персиковая их коллекция мне нравится практически вся. Не знаю, мне кажется, довольно симпатично. Я этот бронзер очень сильно люблю. Слушай, он такой красивый, сатиновый. А ты не брала вот этот здоровый пикок, который у них с павлином, здоровенный, вышел в лимитке? Нет, мне кто-то сказал, что он рыжий, и я почему-то... Поверила. Да. Кто этот подлец, который специально тебя отвадил, потому что ее нигде нельзя было купить, эту пудру, бронзер которой? Потому что в Москве они были, но я не стала их покупать. Нет, ну это хороший бронзер. Мне тоже нравится. Он такой нежный сатиновый отлив дает на щеках. И он там смесь, знаешь, вот этого всего, и светленького, и потемнее. И он красивый. Очень красивый. Слушай, ты меня сейчас заставишь все это купить, добрую половину. Расширить свой лист? Да блин. Единственное, что я, как всегда, нарумянилась сверх нормы. Я вообще в этом... Ты не использовала консилер? Не знаю меры. Не использовала консилер. Я что-то вообще, знаешь, крашусь, как бог... Я как царь Кощей над золотом чахну. Я все хватаю, все, знаешь, крашу в каком-то порядке своем непонятном. Мне просто так нравится новая косметика. Я такой вот реально кайф получаю, что у меня пропадает всяческая логика в ее использовании. Я тебе еще хочу вот это показать. А это что? Это подводка, которой ты можешь подукрасить себя. Я украшу сейчас ею. Я прям чувствую. Сейчас для начала я нанесу действительно консилер. Ой-ой-ой, что же ты творишь, Олеся Борисовна? Чужое средство-то портишь. А я взяла тушь, чтобы прокрасить нижние ресницы. Теперь у меня на каждой реснице своя тушь случится. Мягенький, приятный. Он на вроде, да, консилер от Шесейда. Он Шесейда и Эстелаудер. Вот прямо это из одной серии. Слушай, какой интересный. Ты знаешь, что он со светоотражением? Что он не матовый? Подсвечивающий. Что он немножечко как будто блюрит. Да. Какой классный. Блин. Ты какие-то просто дары волхлов мне сейчас показываешь. Это не дары, Олеся. Это Наташина косметика. Это намек такой жирный. Нет, Натали мне привезла просто такой шикарный подарок. Так что я закрываю свой роток. Правда, на самом деле очень классный консилер. Прям необычный такой. Очень, очень хороший. Я уже, наверное, 300 раз сказала слово «очень» относительно всей твоей шикарной косметики. Но у тебя тоже шикарная косметика. Я тебе подсунула плохую помаду. Это означает, что у меня будут сложности. А сейчас... Не, на самом деле это неправда. Это хорошая помада, просто бюджетная. Я ее очень люблю. Я всем сердцем любила бы бюджетные помады, если бы они делали красивые тюбики. Ты видишь, да, насколько мне важна визуальная картинка. И когда вот она в сто раз классная, я ее куплю, я понимаю, я осознаю, что она классная. Но я ее положу в дальний угол, и я возьму тоже классную помаду, но люкс, потому что мне еще и в руках ее приятно держать. Нет, ну на самом деле это барские замашки. Я шучу. Я шучу. Нет, я понимаю тебя. Эстетика правда очень важна. Ты знаешь, а я люблю косметику во всех ее проявлениях. Для меня кайф, например, в Эссенс найти работающие средства. Ты знаешь, есть какие-то средства абсолютные, которые лучше всех аналогов. Вот как мы с тобой говорили про тон от Катрис, например, да. Но я не нашла такого же хорошего тона в люксе там и так далее. Но в этом тоне что? Ты ставила упаковку Dior и упаковку HD Liquid Coverage от Катрис рядом. Они же практически одинаковые. Да, они практически одинаковые. То есть бюджетники-то они тоже могут быть красивыми? Ты знаешь, например, палетка L'Amel, которая выглядит просто, не знаю, как краски для первоклассника. Одна из моих самых любимых. Это настолько легкие в применении пудровые текстуры, настолько легко тушуемые и при этом невероятно стойкие, что я ее просто обожаю. Это из разряда накрасится левой пяткой в темноте и будет красиво. И там такая классная подборка. Бронзер, хайлайтер, румяна, скульптор. То есть в одной вот этой вот палетке собрано все, что нужно среднестатистическому человеку. И я понимаю, что если у человека нет денег, он не будет испытывать никакого недостатка в средствах и дискомфорта. Да, ему хватит этой палетки на полжизни. Ну ладно, на полжизни не хватит, она очень рыхлая, она быстро расходуется, и у меня уже края появились. Но я к тому, что косметика дает кайф с разных точек зрения. Для тебя очень важна эстетика и плюс функционал. А для некоторых людей эстетика просто недоступна. И я вот прям как зорро косметический чувствую за собой такую невероятную ответственность и потребность найти нечто работающее и недорогое. И там, и там для меня кайф. И то, и другое для меня хорошо. Я увидела палетку Том Форд, никакого смысла покупать ее не было. Это нереально большие деньги за палетку с четырьмя отсеками теней. Но я ее купила, потому что она красивая. Но я купила Лямель и люблю Лямель, потому что она функциональная и бюджетная. И для меня это прикольно. Ну то есть у меня 50 на 50, наверное, косметики. Круто. Если ты не пользуешься, то это, конечно, и незачем покупать. За исключением карандаша от Vivienne Sabo, вот это точно тот вариант, который покупаешь всегда. Я нанесла CC-крем от Airborian. Он подсветил меня. Но, в общем и целом, мне нравится, как он выглядит на лице. Слушай, какие ресницы получаются с твоей тушью? Вот тебе, пожалуйста. Вот это бюджетная. Я могу рассказывать сколько угодно про люкс, но бюджетные туши – это вещь. Слушай, какая хорошая тушь, на удивление. Я вообще не люблю такие силиконовые щетки. Но здесь сижу и крашусь. Да, она крутая. Я беру консилер от Shisei, да. Так, что ты думаешь про тушь? Ты так деликатно молчишь? Я думаю про тушь, что она жирненькая. Да, да. Наши мнения совпали, да? Жирный, как пояс пассажирный. Да, она жирная, но я люблю жирные туши. Я знала, что, наверное, ты ее не оценишь сполна, потому что у тебя реснички чуть-чуть прямо смотрят. И ты стараешься их подвить, а такие жирные туши имеют тенденцию их опускать под тяжестью. Опускать, она может быть тяжелой для меня. Да, именно. Пока что они держатся стойко, но, может быть, опустятся. Да, а у меня, поскольку они растут вверх сами по себе, то есть у меня от природы очень высокий изгиб. Я люблю жирные, потому что такие тоненькие реснички, жирная тушь утолщает, за счет чего они выглядят более, скажем, роскошно. Я не видела тушь, которая бы на твоих ресницах смотрелась плохо. Извините, конечно. У тебя очень красивые ресницы. Чего, честно, будем честны, честно говоря, сложно сказать, когда ресницы твои не накрашены, что они настолько крутые, когда ты их накрасишь. Как я поставлю, знаешь, это фанфары такие. Спасибо большое, мне так приятно. Так, а я уже что-то все накрасила, да, я это понимаю? Нет, у меня осталось... А, ты сказала, что можно украсить макияж, но я уже начала зачем-то красить ресницы. А его можно прям совсем чуть-чуть сверху мазнуть, и он очень красивый. Это подводка такая, украшающая от Ружбани Руж. Ой, какая-то кисточка интересная. Ты такой пользуешься, да? Обожаю ее. Это Dose of Colors. Тут, правда, надпись стала стираться. Специально для консилера, но вот это крутая очень писточка, да. У меня пудра All Nighter, это Urban Decay. Она в одном оттенке? Да, она в одном и выглядит темной. Да. Я поэтому и спрашиваю, не сделает ли она меня. Может и сделает. Но она такая, действительно, чуть-чуть темновата. Но мне почему-то кажется, что она молодец и умеет адаптироваться. Пудра, я в тебя верю. Не опорочь мое честное доброе имя. Нет, нет, она не делает темным лицом. Она более, менее прозрачная такая. Оттенок очень красивый. Помада. Ну, не да, а я это вижу. Я это знаю, потому что... По-моему, не очень. Что ты врешь? Я влюбилась в этот оттенок. Совсем не характерный для меня оттенок. То есть таких оттенков у меня нет в коллекции больше. Это был чистый эксперимент. Но потом, когда я на губах у себя попробовала, мне прям очень понравилось. Слушай, мне уже просто здесь некуда наносить, но я тулю. У меня тут уже и розовый, и такие тени, и сякие тени. У меня просто тут радуга. Красиво. Олеся очень делает макияжи. Мне нравятся твои макияжи как повседневные, так и яркие. Вот когда ты зажигала, ты, по-моему, с Леной, да, снимала видео, где ты наярчила. Но так все красиво. Да. Да, спасибо большое. Ты меня так перехвалила. Я прям сейчас возгордилась. Да, я люблю краситься. Я хотела сказать что-нибудь там. Спасибо, Натали, ты тоже. На самом деле я и хотела сказать, что... Наташа, кстати, выкладывает в своем инстаграм-аккаунте. Кому я рассказываю? Это же твои зрители. Что я несу? Я своим должна была рассказать, какие ты выкладываешь в инстаграм макияжи. Но я не рассказала своим ребятам. Я рассказала про то, как Наташа красиво одевается. А краситься я правда люблю. Я заканчивала курсы визажа. Это тоже было для меня открытием, когда ты сказала об этом. Я поняла, почему ты так классно красишься. Да, это дело в этом. Не потому, что я умею красиво... Не, на самом деле. Я заканчивала курсы двух ступеней. Повышение квалификации визажиста. Это была вторая ступень. И первая ступень. Еще я училась на курсах макияж для себя. То есть училась на себе макияжи делать. Тебе много это дало? Да. Да. Я училась у потрясающего педагога. Ты думала о профессии визажиста? Когда я шла учиться, я думала, по крайней мере, предполагала, что если вдруг понравится, я могла бы работать. Но когда я стала красить других людей, я поняла, что это совершенно не мое. Что люди бывают кардинально разными. От некоторых, я стесняюсь сказать, пахнет нехорошо. У меня модели были все чудесные. Вдруг кто-то меня смотрит из моих моделей. Но я это чувствовала, например, от людей, которых красили другие девочки. И иногда, например, речь идет о нечистоплотности, речь идет именно о парфюме. Иногда от человека настолько явно пахло чем-то, что мне не нравилось, то я понимала, что мне придется два часа, например, работать с человеком, контактно, очень близко к коже, и осязать его, например, парфюм, который мне не нравится. Иногда человек, например, тебе не нравится по каким-то своим параметрам. И в обычной жизни ты бы отошел от него на несколько шагов и отдалился бы. Я заметила тоже этот некий дискомфорт. Если ты работаешь визажистом, то тебе, получается, нужно быстро, молниеносно, мгновенно подстроиться под какого-то совершенно нового человека. И не факт, что тебе он действительно приятен. У меня тоже были классные модели. Но бывает такое, что какие-то флюиды. Этот человек может быть шикарным, замечательным, но это не твой человек. Но тебе надо как-то под него. Да. И ты работаешь с ним очень контактно, тесно, близко, нарушая свои личные границы, нарушая границы этого человека. И для меня это на самом деле испытание. Да, я с тобой согласна, что это сложно. Я тут, пока ты глаголила, я воспользовалась палеткой Hourglass. Я бы сказала, что бронзер, наверное, такой, рыжеватый. Да? А румяна такие, ух! Да. Я не ожидала, что они такими будут. Поэтому надеюсь, что я не выгляжу как матрёшка. Нет, на самом деле ты выглядишь как матрёшка. Я бы на самом деле растушевала всё это дело. Возьми, пожалуйста, большую кисть и попробуй чуток растушевать, потому что слишком ярко смотрится. Я и думаю, то ли обычно, ты знаешь, говорят, надо делать макияж на камеру, и на камеру у вас будет... Ну, я часто так делаю. Я очень люблю не сильно. Мне кажется, что сильно не надо. И я тогда вижу, что на камере ни черта не видно. А в жизни это видно, а на камере, на фото это вообще не видно. Но поскольку я всё-таки макияж для жизни делаю, а тут я сделала явно для камеры, да? На самом деле румяна от Hourglass они очень обманчивы. Они очень кажутся нежными такими, деликатными. Кажется, можно несколько раз их наслаивать, но не тут-то было. Это обман зрения. И многие визажисты, знаю об этом, всегда предупреждают, когда рассказывают об Hourglass, будьте аккуратны. Это всё враньё и провокация. Ну, я их румянами, да, не пользовалась, поэтому первый раз это для меня было. Вот Марк Джейкобс, ты скажи, они такие нежненькие. Да, да, да. С ними не переборщить. Они такие очень нежные, красивые. Тоже лёгкий-лёгкий такой отлив дают на щеках. Очень симпатично. И теперь помада. Будем пробовать. Да уж, извиняйте. Это Рима. Натали мучается с моей помадой, потому что я ей не предоставила карандаш для губ. Я же им не пользуюсь. Да, я всегда пользуюсь. Но ты не воспользовалась карандашом для губ? А я не воспользовалась. Слушай, я тут много чем, мне кажется, не воспользовалась. Тут только помады три. Я не могу всеми воспользоваться, даже при всём желании. Слушай, а мне так нравится сочетание этой помады с этими тенями. Да, они подходят. Очень красивый макияж, мне очень нравится. Спасибо. Слушай, как красиво получилось. Мы с тобой напоминаем это. Кукушка хвалит. Ну, а я не против. За то, что хвалит он кукушку. Я вообще обожаю людей хвалить. Это на каком-то тренинге было. Ты замечаешь, когда ты отдаёшь энергию, когда тебе человек возвращает, вот это крутое ощущение. Нам рекомендовали обниматься чаще с близкими людьми. Это обмен энергией, который помогает. И комплиментов много делать. Близким, неблизким, любым делать комплименты, потому что в ответ ты от человека получаешь положительную энергию. Ну и теперь, наконец-таки, мы закончили наши макияжи. Ждём от вас множество комплиментов в комментариях, потому что мы такие красивые. Себе-то комплиментов уже надавали кучу. Но будем продолжать обмениваться доброй, положительной энергетикой. Друг другу делать приятно. И поэтому ждём вас внизу в комментариях. А тем временем переходим к конкурсу. Да. Конкурс. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно обязательно быть подписанными на канал Алиси, на мой канал и оставить комментарий под этим видео. Результаты конкурса будут опубликованы в Инстаграм, а также под этим видео я оставлю ссылку, ну или обозначу, если Инстаграма, например, у человека нет, я обозначу, кто победил в конкурсе. Хочу презентовать вот такой чудеснейший, красивейший бронзер. Просто королевский, по-моему. Он выглядит по-королевски, с золотым напылением сверху, оно стирается, мне сказали. Ну, то есть оно потом становится таким классическим бронзером. Это вот просто... Его даже жалко будет использовать, да? Он такой красивый. Да. Произведение искусства натуральное. В металлическом кейсе очень-очень красивый, лимитированная коллекция. И, наверное, вы уже его мало где сможете купить. Тем более ценным будет являться этот приз, потому что он лимитированный. Вам спасибо большое, что вы посмотрели это наверняка длиннющее видео, потому что схожесть нашей с Олесей еще заключается в том, что мы очень любим поговорить. Поэтому спасибо большое, что посмотрели. Олеся может тоже прощаться. Могу. Я могу запросто прощаться. Огромное спасибо, что уделили нам время, что накрасились, я надеюсь, вместе с нами, или просто приятно провели время в нашей уже на этот раз компании. Мне было очень приятно. Спасибо большое за эту коллаборацию. Всем пока-пока. Пока.